Меня зовут Георгий, я CEO и основатель компании 100 and more. На протяжении длительного периода бизнеса я пользовался бумажными визитками. Теперь у меня их, ну вот здесь маленькая кучка, на самом деле их несколько тысяч уже, при этом большая часть из них уже устарела. И жалко выкинуть на самом деле, потому что я понимаю, что часть контактов все-таки еще актуальны. И думая над этим проблемой, мы на самом деле создали проект, называется 100 and more. Это платформа для хранения обмена контактной информацией. Что не уникального? В первую очередь вы можете создать цифровую визитку с помощью GIF, видео, фото. Она будет красива вашей видеопрезентацией. Вы можете обменяться этой визиткой с другими людьми. И каждый раз, когда вы будете обновлять информацию, все ваши друзья, у которых есть визитка либо бизнес-партнеры, будут получать апдейт. Вы поменяли место работы, всем пришел апдейт, что у человека новое место работы. Далее мы создали решение для компании, группы интересов, комьюнити, таким образом, чтобы визитку можно было использовать в любой бизнес-ситуации. И, естественно, как бы визиткой можно обменяться любым способом. Через GIF, через Bluetooth, через геолокацию, через email, SMS. Таким образом, даже можно обменяться с теми людьми, которые до сих пор пользуются олдскульными старыми бумажными визитками. Давайте я вам покажу, как это работает. Вы встречаетесь с человеком, который пользуется бумажной визиткой. Вы сканируете визитку и с помощью технологии от Эбби, от Дэвида Яна, она распознается и у вас в приложении появляются распознанные контактные данные того человека. А тому человеку, в свою очередь, на почту уходят ваши контактные данные. Таким образом, состоится обмен контактами при встрече с человеком с бумажной визиткой. Другой пример использования приложения, это, например, создание корпоративного аккаунта, когда вы создаете корпоративную учетку и все сотрудники имеют вашу визитку. Они раздают визитки другим бизнес-партнерам и в случаях ухода все контакты остаются внутри компании. Другой пример. Вы приехали на бизнес-регату и вы думаете, черт бери, вокруг столько прекрасных людей. Наверное, они занимаются бизнесом и, может быть, у меня с ними может появиться какой-то интересный совместный бизнес. Но я не знаю, кто они, какой компании они работают. Мне, естественно, хочется с ними пообщаться. И для таких ситуаций мы создали решение для комьюнити. Что сделали конкуренты? На самом деле конкуренты сделали довольно-таки простую вещь. Они агрегировали данные, например, в приложении с разных источников и даже поленились синхронизировать это с одной контактной книгой. Они сделали в некоторых случаях сканирование визиток и сохранение их в мобильной телефоне. Мы же решили все эти проблемы, плюс добавили визуальную часть, таким образом визитка остает вашей мини-презентацией. Мы используем freemium-модель таким образом, чтобы не ограничивать рост пользовательской базы. То есть все базовые функционалы приложения, он бесплатный. Мы зарабатываем на платных шаблонах, на решениях для компаний и на решениях для конференций. На текущий момент проект поднял 455 тысяч долларов от бизнес-ангелов и от основателей. В текущий момент мы делаем seed round, в который мы планируем поднять 800 тысяч долларов. По нашим оценкам инвесторам это принесет 25x минимум за два года. Данные средства будут проинвестированы в разработку, в маркетинг, пиар и в масштабирование. В команде состоит 14 человек, двое из которых, это Эдгар и Илья, имеют более 10 лет опыта работы технологичных проектов, высоко нагруженных. Спасибо. Станислав, собственно, он был коммерческим директором в РБК, коммерческий директор в Ходшкулев Медиа. Он имеет огромный опыт продаж B2B проектов. Георгий сделал самый большой краудфандинг в России, подняв больше одного миллиона долларов на краудфандинге. Собственно, мы предлагаем вам сдать ваши бумажные визитки в музей и приходите использовать вот эти бумажные визитки, которые никому больше не нужны. Использовать новые современные технологии для обмена контактных. Красавчик. Молодец. Отличный стартап. Супер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова